Спасибо за предоставленное слово, спасибо Дому Крестьянин, издательскому дому Гелиопакс, которые пригласили нас, и спасибо всем, что нашли время приехать. И то, что организаторы ошиблись, рассчитав на 50 человек, а проехало 150, это хороший знак. Если что-то, кто-то хочет покушать, уступаем свое место. Пожалуйста, только приезжайте и давайте общаться. Значит, ситуация такова, что, сразу хочу сказать, я обычно выступаю эмоционально, но я не райком партии, я не даю распоряжения, никого не контролирую, я просто рекомендую, там как ваше дело, как вы хотите, делайте. Значит, влияние технологии прямого посева на свойства Чернозема Южного в Гелиопакс, это в Агро-4, в Агро-3 наоборот. Значит, это отсюда 90 километров в Новоанинский район. К нам обратился Гелиопакс, просьба, они уже 12 лет работают, на полполя 40-гектарного занимались технологией традиционной, как они всегда сеяли, полполя сделали по прямому посеву. И вопрос стоял, что произошло с почвой? Ответьте нам на этот вопрос. Вот у нас была такая задача поставлена. Мы описали Чернозем, опыт на поле, значит, Чернозем Южный, слабокарбонатный, средней мощный, малогумусный, средний суглинистый на лесовинных карбонатных суглинках. Это типичная почва для вот этой зоны Волгоградской области. Поэтому это не какой-то там почва другая, это точно такая, как большинство и у вас здесь рядом находящихся есть. Вот силоворот, который там был, значит, вот там, значит, ну, пшеница, подсолнечник, кукуруза, пшеница. Урожайность по традиционной технологии, по наутилам. Небольшие, но прибавки урожая все-таки не наблюдали в среднем за эти 12 лет исследований. Что произошло с почвой? Вот агрофизические свойства. По, значит, содержанию продуктивной влаги. Осенью влаги было одинаковое содержание по обоим, значит, технологиям посева. Весной на 22 миллиметра, то есть это 220 кубов воды больше было в полутораметровом слое. Это, как сказать, вегетационный полив, по сути дела. Причем больше всего влаги было накоплено, значит, превышение составило на верхнем полуметре. Плюс 17 миллиметров. То есть вот эта влага просто потеряна после обработанной почвы. И, смотрите, в нижнем слоях почвы одинаковые, но это, видимо, верховодка. То есть больше метра это не с верхней влаги, это снизу подошла. Дальше. По количеству ценных агрегатов почвенных. Значит, различий, по сути дела, нету. Различий нет по агрономически ценным агрегатам. Даже в Наутиле есть математически недоказуемое снижение количества ценных агрегатов. По коэффициенту структурности тоже снижение, но они не козуемые. Они в одной группе. То есть за эти годы улучшение структуры почвы не произошло чернозема южного. Это мы наблюдали и в наших опытах, в наших черноземах в Ставропольском крае южных. Даже некоторые как бы меньше, чем традиционные технологии. Идет увеличение в других черноземах типичных. Но если я буду рассказывать, что я за 15 минут не уложусь, поэтому я буду констатировать только факты. Далее, водопрочность агрегатов увеличивается. То есть агрегаты становятся более прочными к воздействию водой. Если в традиционной технологии она хорошая, то на Наутиле она стала отличной. И здесь неплохая, скажу, в традиционной технологии. Но, тем не менее, это положительное. То, что можно отметить, влага положительная. Вот, значит, водопрочность агрегатов. Дальше плотность почвы. Вот здесь внимание. Осенью плотность почвы, видите, увеличение по Наутилу есть. Ну и по Наутилу даже ниже плотность и по обоим технологиям, чем весной. Это после пшеницы. Осенью 22-го года здесь убрана пшеница. Весной под подсолнечник перед посевом. Смотрите, плотность почвы от слоя от 10 до полуметра 1,33-1,37. Вот это уже на грани фола. Вот это опасно. Вот это, если будет дальше так. Так, будете не пахать, а глубокое орехление, потом еще дальше, 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 и про Наутил забудете. Поверьте, это серьезно. И вы говорите, ученые дайте рекомендации. А если мы говорим рекомендации, вы их не будете слушать. Какой смысл наших рекомендаций? То есть вот это внимание очень, вот это очень серьезные вещи, потому что плотность почвы, с ней шутить нельзя. Водопроницаемость, соответственно, осенью, смотрите, 48 за минуту пролилось миллиметров и 25 прямой посев. В половину меньше просочилась воды за час наблюдений. А весной разница между технологиями меньше, 27 и 19. Но водопроницаемость-то снизилась по обеим технологиям, причем в прямом посеве еще сильнее. Вот почему у вас вода стекает весной. Вот почему у вас эрозия. Вот почему у вас потери почвы и все проблемы. Вот это я так думаю, что это вот самое главное, вот это находится. Это плотность почвы. А плотность почвы, она подчиняется вам, если вы с ней работаете, или вы не обращаете на нее внимания. Агрохимические параметры. Вот PH водного раствора до 7,2 это нейтральное, это самое оптимальное для растений. То есть на прямом посеве это рядом уже практически оптимальное. Вот здесь слабощелочная до 80, а это щелочная реакция. Обратите внимание, везде по всем горизонтам PH ниже, чем математически доказуемое. Это хорошо, потому что ион водорода является конкурентом, чтобы употреблять растению ионы, скажем, фосфора, калия и так дальше, элементов питания. То есть ближе к нейтральной вот это, это лучшее, то есть это положительное. И при одинаковом количестве элементов питания в почве, вот в этой технологии, здесь вот прямом посеве будет, растение больше потребит этих элементов питания, соответственно даст выше урожай. То есть это положительное, что надо сказать. Далее содержание органического вещества, или гумуса еще называют. Тоже смотрите, по всем слоям почв идет прибавка, особенно верхней, где растительные остатки. Более глубоких тут практически все одинаково. Это очень важно, это отмечается во всех опытах, во всех исследованиях, во всех практически всех. Вот эта валовая прибавка, 37 тонн гумуса, или органического вещества, добавилось. В технологии наутилы ежегодно каждый гектар 3,1 тонны прибавка идет. То есть идет улучшение плодородия почвы, соответственно при равных условиях урожайность будет расти, что и наблюдается. Там еди небольшая пока вот поначалу, но тем не менее это есть. 3 тонны это средний, это неплохой показатель, но можно было и больше. То есть это не предел. То есть вот это тоже положительное явление. Нитратный азот. Но эти разницы все, которые тут есть, на них можно не обращать внимания, потому что во всех вариантах, во всех почвах, и весной, и осенью, во всех слоях, очень низкое содержание нитратного азота, меньше 15 миллиграмм. Это говорит о том, что надо вносить азот по обеим технологиям, но на утили надо вносить больше, потому что весной почва холодная, клужья нитрификация, соответственно не выделяется нитратный азот, и микробы разлагают растительные остатки, потребляя азот растениям недоступным. Надо на 20-25%, там ли на 30% увеличивать внесение азота, что вы в принципе и делаете, это правильно. По фосфору, осенью тоже одинаковое содержание фосфора, по обеим технологиям после уборки весной, смотрите, 50 миллиграмм на прямом посеве в слое 0,10 и 37 миллиграмм, выше значительно, чем осенью было, и выше, чем в традиционной технологии. То есть вот этот показатель говорит о том, что все возделываемые культуры можно возделывать без внесения фосфорных удобрений, получать тот урожай, который вы получаете. Это по рекомендации агрохимиков. Но чтобы не без, а вот сюда просто вносить, скажем, припосевное 20-25 ДВ фосфора. Этого будет достаточно. И контролировать фосфор параллельно. Это не на всех полях, надо проверить, естественно, сначала, что в каком поле находится, и дифференцированно под каждое поле работать. Не под культуру, а под поле конкретное. Вот это важно. Дальше калий. Калий весной, осенью все одинаково. Весной опять калия в 10-сантиметровых слоях на утиле больше, существенно больше. И это хорошо, потому что идет разложение растительных остатков, выделение калия в почве, это объяснимо все. Но смотрите, в слое 10-20 идет снижение. Она больше немножко, чем осенью была, но снижение, и это мы заметили в своих, сейчас статья будет в земледелии, в следующем мы это показываем, идет снижение калия в корнебитовом слое. И может стать так, что из-за недостатка калия начнет снижаться урожайность. Поэтому, наверное, надо обратить внимание и вносить удобрения. Калий содержащие, то есть сложное удобрение, не тромофозкое, а, я думаю, это одно из самых лучших для этого удобрений. Сера, тоже вот весной. Это 6 миллиграмм, это низкое содержание. То есть 6,8, это, в принципе, низкое содержание. Серый недостаточно. И в содружестве, вот у Банькина мы, значит, закладывали опыт внесения серы, давало прибавки 2-3 центра пшеницы и плюс несколько баллов, значит, белка. Качество белка увеличивалось и переходило в другой класс пшеницы. То есть выносить, скажем, сульфомофоз или серное содержащее, там, это азотное серосодержащее удобрение. На серу тоже надо обращать внимание. Дальше емкость катионного обмена. Здесь она высокая по обоим технологиям, даже вот в этом прямом пассиве, в верхнем слое немножко ниже. И это говорит о том, что плодородная почва этого чернозема хорошая и высокая плодородная почва. Натрия меньше 0,3%, это говорит о том, что засоления нет, то есть нет засоленцеватости. Не туда. Сухой остаток, это количество солей и остаток. Тоже, значит, не засоленная почва, по обоим случаям, во всем плотности. Но обратите внимание, по наутилу опять небольшие, недоказуемые, но снижение. То есть идет рассоление того маленького количества солей, которое есть, идет рассоление. То есть промывание этого слоя водой, которая дополнительно накапливается, она промывает потихонечку эти соли в более низкие горизонты. Содержание карбонатов. Вот здесь 5% и больше, это уже высококарбонатные почвы. Вот это низкокарбонатные, практически бескарбонатные. Но тем не менее в два раза разница. Что это происходит? Вот на традиционной технологии скипает, хорошо скипает от ашклор с самой поверхности сразу, традиционной технологии. В наутиле вскипает только на 20-40 сантиметров и то не сильно. Не бурное вскипание. То есть здесь карбонатов уже практически нет. А карбонаты-то тоже, они конкурируют, они вытесняют из полощающего комплекса эти элементы питания, которые мы вносим в удобрение, и они вымываются тогда в другое. И вы вроде вносили удобрение, а растение их не смогло потребить, соответственно, урожая нет. Так вот, в наутиле этой ситуации намного лучше, чем в традиционной технологии. Устойчивость к поверхности почвы. Для того, чтобы поверхность, вот такая была поверхность весной после пшеницы, вот это традиционная технология, подготовленная под посев подсолнечника. Ну, чтобы вы понимали, какое поле. Значит, что наиболее опасно подвержен, это диаметром меньше 1 мм структуры почвы. Так вот, в традиционных 40%, здесь 24%. Если 50%, тут немножко осталось, эта почва будет уже неустойчива абсолютно к ветру, она будет очень неразионно опасная. И больше 10%, которые составляют, это более устойчиво, и опять же, в 3 раза больше в технологии прямого посева. В итоге подсчет, это теоретические подсчеты по нашим результатам. При ветре от 12 до 15 метров в секунду технология прямого посева обеспечивает надежную защиту почвы от эрозии. При естественном приросте до 3 тонн с гектара, это вот, она компенсируется. А вот если у вас 26 метров в секунду, когда буран, это пыльные бури, тогда уже надо защищать больше, более сильнее этой посевы. Иначе можно потерять, тоже может проявиться эрозия. Хотя у нас были в 20-м или 21-м году пыльные бури, дороги перекрывали. Я ездил специально по наутильщикам по нашим, нигде никого эрозия я не заметил, хотя пылили очень сильно поля. Биологические свойства. Значит, в традиционной технологии мы нашли 4 вида всяких животных, животного населения. Наутил 9, в штуках 74 и 173. Что это за такие животные? Значит, кольцевые черви, их больше было традиционно. Это начинающие. Когда начинаешь обрабатывать почву, то они первые, кто приходят. Их даже меньше, больше, чем в прямом посеве. Но лучше всего это индикаторы дождевой червь, которая перерабатывает почву, улучшает ее, структурирует, повышает плодородие и так дальше. Вот, смотрите, 86,3. Но я думаю, тут комментарии излишни. Калиембулы – это такие маленькие многохвостки, которые, их наличие – это индикатор гумусообразования. Что в этой почве идет процесс гумусообразования, поэтому гумус увеличивается больше. Вот их, смотрите, тут 3, это не такое большое количество, но тем не менее, у нас тоже в опытах мы определяли, у нас еще больше разницы. Прямо зеркально отражается. Кроме того, наши другие еще муравьи различные, которые потребляют в пищу много, всяких там личиночек, этих вукашечек, куколок и так дальше, вредителей растений. То есть это биологическая защита, по сути дела, растений, которые у нас есть. Надо обратить внимание, щелкунов одинаковое количество здесь и здесь, это проволочники, это опасный вредитель. И хлебная жужжерница в прямом посеве есть. То есть надо следить за ними и быть готовым, чтобы от них тоже защищаться. То есть надо быть ушами на востро, что ли, иметь. Микробиология, это вот так вот вруяли в чашках Петри, это мы заказывали в лаборатории в Краснодаре, анализы делали. Что произошло? Содержание полезных, супрессивных, 56 тысяч традиционных, 82 тысячи, вот это такое, на грамм сухого вещества, на утиле больше. Ну и патогенных, опять же на утиле больше, особенно, вот видите, фузариоз появился в обоих. Значит, это вот болезнь пшеницы. Резобиум, это поражение подсолнечника. Поэтому, если соотношение полезных к патогенам, то почва абсолютно здоровая, коэффициент больше 3, 3,15. На утиле 4,67 в прямом посеве. На утиле немножко напряжённее. Но тем не менее, чтобы, как сказать, в качестве предупреждающей меры, можно применять биопрепараты, обрабатывая растительные остатки, где, собственно, эти микроорганизмы и накапливаются. Хотя, если будет растительных остатков больше и больше микробиоты, она будет душить эту патогенную. Это тоже исследования уже такие есть. Качество воды. Обратите внимание, здесь две скважины. Водна горько-солёная, там всё страшно. Её нельзя применять для химического... Её можно очистить, но она трата будет большая. Лучше из водопровода. И второй, который мы порекомендовали. Ну и, соответственно, рекомендации производства. Я не буду комментировать этот вопрос, разрешу минутку всё-таки мне предоставить. Значит, во время уборки урожая, нежелательно, чтобы комбайн не останавливался. А на наутили комбайну запрещено категорически останавливаться. Поверьте. Запрещено. Как в фильме, помните, вбейте в мозг. Так и здесь. Мы были в Аргентине. Комбайнер наёмный. Хотели спросить. Он ничего не остановился. Никакие просьбы, ни моления. Он выехал на край поля, подошёл, спросил. Что вы хотели? Нельзя останавливаться на наутили. Поэтому в бункера накопители выгружать только. Выезд на край поля, это всё от лукавого. Поэтому плотность почвы, это всё складывается потихонечку, помаленечку. Армян Вимирович, он рассказал целом стратегии. А я вам как о горном скажу. Уборка, урожай от табуном, это самая плохая уборка, которую можно придумать. Вот этот айпатовский метод, за который наш герой труда получил, молодец. Он организация, да. А уборка негодная ни к чёрту, потому что невозможно контролировать. Невозможно навести порядок. Это же табун. Попробуйте в стадии узнать, от кого родился телёнок. От кого бычка. Так и здесь. Я стал главным агроном ещё молодым. Два года воевал с предколхоза, герой с труда. Разогнать над этот табун нельзя так убирать. Мы теряем много урожая. Разогнал на третий год, убирали сами, каждая бригада. Разделали уборку. Я вам скажу как. Стало тихо, спокойно, без шубы, без пыли. Убрали всё. И качественнее. Каким образом? У нас 15 тысяч уборочная площадь зерновых была. 75 комбайнов. Нивы. Разбили всё на загонке по 40 гектар. Два комбайна на загонку и машина. Всё. Если будет комбайн, один набирать бункер в том краю поля, другой здесь, не усеют никакие машины, будут стоять комбайны и машины. Комбайны ходят друг за дружкой. Если он сломался, пришёл в поле, выгружают обои и опять пошли друг за другом. Машина подъехала, забрала одного, подобрала второго, поехала. Он знает, куда подъехать на краю поля, забрать пять бункера. Не надо там ходить, никого пасти. Они сами знают, когда подъехать, когда пообедать, когда что. Поверьте, агроном, а я сидел тогда на колонне, убирал. А контролировать уборку мне некогда было. Другие комбайны тоже работали в других бригадах. Качество уборки я мог время найти. Поехать на загонку, посмотреть, проконтролировать. Нашёл какой загонки брак. Поехал, нашёл этот комбайн, в той загонке, где он работает. Отрегулировали, прочитал ему молебен комбайнеру, как надо. Качество уборки само идёт себе. У нас агрономов не было на бригадах. Я агроном Семеноват на 25 тысяч пашни. И такая организация уборки совершенно по-другому убирается. И качество, и темпы, и всё другое. Если вы поставите 10 комбайнов молотить, они уберут каждый по 10 гектар. А если поставите их по отдельности, то каждый уберёт по 12-13 гектар. Выработка совершенно другая. А бункера, накопители, поэтому должно быть 3, может 4 бункера. Это каждый раз 3 комбайна на бункер. Три. И бункер, накопители, и друг за дружкой. Бункер встал, выгрузил по очереди, выехал. И он знает, куда подъехать опять. Подъехал опять. Их людей надо научить это делать. Когда они научатся, вы их не заставите выбирать по-другому. Поверьте. Выработка большая. Или купить комбайн, который, значит, 3 комбайна молотит. Бункер, накопитель, их 4 по производительности. Или купить комбайн или бункер с трактором. Или тракториста вырастить, или комбайнера. Вот это важно. Спасибо. Все. Субтитры сделал DimaTorzok